МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! О событиях в стране и мире расскажу вам я, Сергей Гергель, и мои коллеги из редакции информационных программ телеканала Хабар 24. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишна. Сурдоперевод обеспечивает Виктория Антонишна. Организована панельная дискуссия, посвященная Центральной Азии. И главный спикер – президент Казахстана. Вопросов у иностранной прессы Хасамжумарту Токаеву было много, учитывая, что наша республика зарекомендовала себя на мировой арене лидером Центрально-Азиатского региона. Да и личность Токаева давно известна в политических кругах. Опытный дипломат, имеющий выстроить отношения с любой страной. И это импонирует многим. Вы один из президентов, которых я лично уважаю. Мне нравится ваша политика. Как вы думаете, в чем секрет? Я считаю, что простота должна быть во всем. И даже тогда, когда ты руководишь страной. Этого исключительного правила в непростом Центрально-Азиатском регионе, как и, пожалуй, во всем мире, придерживаются не все. Желание главенствовать некоторых глав мировых держав привели к войнам. Торговым, политическим и, что самое страшное, к боевым действиям. Но Казахстан, всегда придерживающийся тактики, направленной на мир и стабильность, сумел сохранить баланс во внешней политике. Наша страна занимает девятое место в мире по площади. Географическое расположение Казахстана – наше преимущество. Мы находимся между Китаем и Россией. И это хорошая возможность сотрудничать с двумя державами. Минувшей осенью я был в Китае с государственным визитом. Мы подписали долгосрочное соглашение. С Россией мы также давние стратегические партнеры. Это наш крепкий и надежный союзник. Крепким и надежным союзником для Казахстана стал и Афганистан. Символично, что вторым спикером панельной дискуссии стал именно глава этой республики Мухаммад Ашраф Гани. И несмотря на тревожную обстановку в стране, в Афганистане сегодня идет сильное противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения «Талибан». Государство предпринимает все шаги в сторону поступательного развития. В этом помогает Казахстан. Одна тысяча афганских студентов обучается в нашей стране. Женщинам выдают гранты для развития предпринимательства. Афганистан занимает весомую роль в Центрально-Азиатском регионе. Не стоит забывать о глубокой истории этой страны. Афганистан не зависит ни от одной страны и даже от таких мировых держав, как Россия и Великобритания. Это светское государство, ставшее для нас надежным союзником. За последние пять лет объем товарооборота между Афганистаном и Казахстаном в разы увеличился. В том числе растет транзитный и транспортный потенциал. Улучшились и коммуникации между народами. Та тысяча студентов, которые обучаются в Казахстане, это послы доброй воли. Я благодарен за поддержку президенту Тукаеву и хочу заявить, что мы нацелены только на укрепление связи. На что нацелены в Казахстане, интересовало многих из иностранных журналистов, так же, как и вопрос коронавируса. Казахстан принимает все меры, отметил президент, по недопущению распространения инфекции. Рассказал глава государства и о том, как в стране борются с другой, более опасной угрозой – терроризмом. Борьба с терроризмом – одна из стратегических задач. Мы не оставляем в беде наших граждан, тех, кто ошибся и поехал в Сирию. В прошлом году мы провели три операции по возвращению наших граждан из Сирии и Ирака. Я хочу выразить благодарность США за содействие в проведении этих операций. Содействуют США Казахстану и в вопросе цифровизации – это одна из ключевых задач, которую ставит для себя Касмжумар Тукаев. Привлечение иностранных инвестиций и рост экономики – не менее важные приоритетные направления для Казахстана. Я думаю, что на Минхенской конференции по безопасности первый раз прозвучала оценка, мнение, компетентные мнения о перспективах развития Центрно-Азиатского региона. Но в целом вся эта дискуссия, конечно, будет способствовать дальнейшему повышению интереса к региону и привлечению инвестиций. Президент Тукаев озвучил очень прагматичную и взвешенную позицию. Я возглавляю американскую неправительственную организацию, поэтому мне неуместно давать оценку главам государств. Но, тем не менее, я скажу, что господин Тукаев реально и прагматично высказал свои взгляды на развитие Центрально-Азиатского региона на геополитической арене. Панельная дискуссия с участием казахстанского лидера длилась около часа. Первое выступление Касмжумар Тукаева на Мюнхенской конференции по безопасности в качестве президента эксперты называют фундаментальным. Лаура Байбаченова, Алмаз Умаргалеев, Азамат Саметов, Айдус Ирик Полула при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Мюнхен. Глава государства Касмжумар Тукаев, находясь с поездкой в Мюнхене, узнал о сбое в работе интернета в Казахстане. Президент поручил восстановить работу всех информационных ресурсов. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил его пресс-секретарь Берри Куали. Ни у кого из 89 казахстанцев, эвакуированных из китайского Уханя, не выявили коронавирус. Сегодня студентов выписали из столичного многопрофильного медицинского центра. Под наблюдением врачей также были пять граждан Белоруссии и одна девушка из Армении. На протяжении двух недель все прибывшие из КНР находились в полной изоляции. Многие студентов не сидели сложа руки, а продолжали обучение дистанционно. Больницу молодые люди покидали в приподнятом настроении и спешили как можно скорее добраться домой. Спасибо большое медперсоналу, потому что они заботились о нас, все были тактичные. В общем, все, в принципе, хорошо прошло. Напомню, студентов, доставленных спецбортом из города Уханя, поместили на карантин 2 февраля. Они находились у нас на 14-дневном карантине. За это время мы провели ряд исследований, в том числе ПЦР, для исключения коронавирусной инфекции. Были получены отрицательные результаты. Коронавирус ни у одного из пациентов не был выявлен. Ну а дальнейшее развитие эпидемии нового типа коронавируса невозможно предсказать. Такое мнение выразили во Всемирной организации здравоохранения. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, генеральный директор организации Тедра Садом Гибрейсус отметил резкий рост количества случаев заражения в Китае. По его словам, на борьбу с COVID-19 выделяют недостаточно денег. Гибрейсус призвал мировое сообщество проявить сплоченность в борьбе с инфекцией, в частности, предпринять меры по устранению дезинформации общественности. Позвольте мне быть ясным. Невозможно предсказать, в каком направлении пойдет эта эпидемия. Мы воодушевлены мерами Китая по сдерживанию вспышки, которые позже замедляют распространение в остальном мире. Мы также воодушевлены тем, как мировое сообщество сплотилось вместе в поиске вакцины. Но у нас также есть проблемы. Мы обеспокоены увеличивающимися случаями заражения и количеством инфицированных работников здравоохранения, которые умерли. Мы также обеспокоены отсутствием финансирования соответствующих мер со стороны международного сообщества и уровнем слухов и дезинформации по коронавирусу. Однако больше всего мы обеспокоены тем, что этот вирус может нанести ущерб в странах с более слабыми системами здравоохранения. Тем временем число жертв нового коронавируса COVID-19 превысило 1600 человек. Ранее о первом случае смерти от инфекции сообщила Франция. Погибшим оказался китайский турист из Хубе. За сутки в Поднебесное выявили свыше 2000 фактов заражения. Таким образом, к этому часу количество инфицированных перевалило за 69 тысяч в основном в Китае. Тем временем министр иностранных дел КНР Ван Ий заявил, что вспышку коронавируса можно контролировать. По его словам, в стране удалось излечить уже больше 8 тысяч пациентов. Ван Ий также сообщил, что все подтвержденные случаи заражения за пределами страны составляют менее 1% от общего числа в мире и отметил эффективность предпринимаемых мер по сдерживанию распространения вируса за рубежом. Вспышка в провинции Хубе сдерживается более эффективно, что указывает на то, что в целом эпидемия является контролируемой. Количество вылеченных случаев превысило 8 тысяч вчера. Коэффициент смертности небольшой, ограничился на уровне 2% по всей стране. Это показатель того, что болезнь в значительной степени излечима. Как и сказал президент Си Димпинь, у нас есть полная уверенность в возможности и решимость победить эпидемию. Еще 70 пассажиров круизного лайнера «Даймонд Принцесс» заразились новым типом коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Японии Кацуно Буката. Общее число заболевших на борту выросло до 355 человек. Всего же на карантине находятся около 2,5 тысяч туристов и 1 тысяча членов экипажа, в том числе граждане России и Украины. Ожидается, что временная изоляция людей на корабле продлится до 19 февраля, после чего начнется их эвакуация. В Западно-Казахстанской области началась аэрация водоемов. Чтобы спасти рыбу от гибели, воду в реках и озерах активно насыщают кислородом. По словам специалистов, его дефицит – основная причина замора позвоночных животных зимой. Этим обусловлен и плохой клев. В этот раз с помощью сотрудникам рыбной инспекции вышли волонтеры. Михаил Марков – заядлый рыбак. С обмелением рек стало меньше рыбы, говорит он. А чем мельче водоем, тем больше угроза зимнего замора. Человек любит рыбалку, он должен и помогать в сохранении рыбных запасов. Раньше работал в рыбоинспекции в 80-х годах. В то время рыбы было очень много. Особенно было много осетровых, севрюга, масса ушла сюда. Белуга, начинался у нее ход где-то в феврале. Сейчас все реки в зимнем режиме. По словам инспекторов, работы по искусственной аэрации нужно проводить при толщине льда больше 10 сантиметров. Для того, чтобы часть водоема была открытая, мы бурим, ну, надо сказать, на один гектар, как минимум, чтобы было 10 лунок, 5 прорубей и 2 майны. Вот тогда будут те условия кислородного режима, которые будут благоприятствовать нормальной зимовке рыбных ресурсов. Мы участвуем в этой работе, чтобы внести свой вклад в год волонтеров. Помочь пробурить лунки – самое малое, что мы можем сделать для экологии родного края. Такие же работы по насыщению воды кислородом проведут на всех водоемах, а их в области больше 200. Так что помощь волонтеров здесь нужна как нигде. Фотогоз Базарбаева, Бладширлгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар, 24. В Алматинской области вернут в сельскохозяйственный оборот около 35,5 тысяч гектаров земель. Этого планируют добиться путем реконструкции изношенных регационных и дренажных сетей. Больше 8 тысяч гектаров восстановили в прошлом году. Около 5 тысяч планируют в этом. Проект реализуют за счет заемных средств, восстанавливают орошаемые земли Аксусского, Коксусского, Алокольского и Ескельдинского районов. Кроме того, началась реализация проекта по возврату в сельскохозяйственный оборот рисовоческих земель Балхарского района. Приняли каналы Балхарского района 2481 гектар. В 2019 году там работа начала по программе ПУИТ. В общем, планируемое увеличение земли 7481 гектар. В Ангыставской области коммунальный вопрос решает за счет программы модернизации жилищного фонда. Для ремонта домов используют цифровые технологии. К примеру, за счет установки автоматического теплового пункта в одной из многоэтажек удалось решить проблему теплоснабжения. Специальный датчик на улице считывает погодные условия, а затем регулирует температурный режим в квартирах. Сейчас в Актау отремонтировано больше 20 домов, еще 12 по области. Сделали нам капремонт. Мы очень довольны. Поменяли крышу. Крыша тоже, это значит, идет черепица. У нас раньше было, ну как, в 64-м году шифер. Шифер везде был поломан, везде текло после дождя. Сейчас, когда уже навесы сделали везде, и по галереям, и по первому этажу сделали навесы, очень это нас устраивает. Нано-технология дегенерации, пенетрон, изолат. Мы применяем краску изолат. Так называемая краска термос утепляет стены. Мы работаем с пенетроном, материал для гидроизоляции кровли крыш, который не пропускает влагу. Материалы, используемые при капитальном ремонте, в основном отечественного производства. Образовательное новшество на основе программы «Рухани Жангыру» внедрили павлодарские педагоги. Многие уроки они проводят теперь не только в классе. Например, для лучшего понимания школьного материала учителя вводят детей в музей. По их мнению, такие экскурсии позволяют развить интерес к изучаемой теме. Ербул Абишев побывал на одном из таких занятий. Ученики пятого класса в областном историко-краеведческом музее имени Потанина. Не на экскурсии. Здесь идет полноценный урок истории. Дети изучают первобытно общинный строй. На эту тему экспонатов и информации здесь более чем достаточно. В музее есть прекрасные возможности закрепить изучаемый материал, потому что дети видят многие исторические данные визуально. Это совместимо из главной идеи программы. И это не первый поход во время уроков за пределы школы. Недавно школьники посетили археологическую сокровищницу Маргулан-центр. Там изучают уникальные артефакты раннего и средневекового периодов. Есть в Павлодаре и музей воинской славы, где хранится история военного времени. На прошлом уроке истории мы ходили в Маргулан-центр. Нам позволили участвовать в археологических исследованиях найденных артефактов. Было интересно. Я даже не представлял себе, что это очень кропотливый труд. Для учеников спортшколы неплохие результаты дает применение методик логического мышления и анализа. Учитель математики Алия Сункарбекова говорит, что развивая математические способности, будущие чемпионы смогут самостоятельно проводить разные расчеты. Это позволит им выработать средствоустойчивость и рассчитывать силы во время тренировок и соревнований. Нам необходимо наряду со спортивными навыками развивать у детей другие способности, такие как знания математических методов. Это пригодится не только в спорте, но и в разных жизненных ситуациях. Например, социальная ориентированность в обществе. Важно также привить им экономику простых вещей. В обновленное содержание образовательных программ прочно входит понятие «рухани-жангуру». В сочетании с педагогическими нововведениями сразу чувствуется результат, говорят педагоги. Благодаря урокам в музее, благодаря нестандартным подходам, новым инновационным технологиям, дети повышают свой интерес к учебе, который, к сожалению, сегодня надо признать, что детей нечем удивить. А вот именно такое живое отношение, такое эмоциональное отношение к уроку, любовь к своему предмету и притягивая детей к этому предмету. Я думаю, что наши учителя, используя нетрадиционные формы проведения занятий, способствуют реальной и скорейшей реализации идеи «рухани-жангуру». Недавно учителя при «Ртыще» стали призерами в конкурсе «Панорама педагогических идей». Сразу 9 новаторских работ признали лучшими в республике. Ербулабиша Саматаспанов, Алексей Амельницкий, из Палладара, Хабар, 24. Тот, кто умеет мастерить, никогда не останется без дела, считает алматинская рукодельница Гульмира Уалихан. В один миг она изменила свою жизнь. Когда появился четвертый сын, бросила работу и занялась пэтчворком. Это техника лоскутного шитья. Сегодня ее примеру следуют тысячи казахстанок. Мастерица проводит курсы и учится сдавать шедевры в виде курак-корпе, подушек, сумок и покрывал. Александра Салмина побывала в студии и пообщалась с теми, кто решил посвятить себя национальному искусству. Национальные мотивы и современная техника прекрасно ладят. Давно поняла мастерица Гульмира Уалихан. Хотя она скорее художница, только свои картины расписывает иглой и нитками. Шить научила мама, говорила, с таким умением не пропадешь. Но она же потом посоветовала профессию серьезнее. И послушная дочь сменила творчество на счет, стала бухгалтером. Думала, будет карьеристкой, а швейной машине забыла. Но оказалось на время. Тяга к искусству сильнее. Уже 9 лет она создает вот такие оригинальные изделия. Открыла свою студию, сейчас собирает покрывало. Говорит, скоро она будет радовать заказчицу. Цвета мы подобрали мягкие, потому что в последнее время все чаще заказывают изделия, в котором будут орнаменты иметь мягкую форму, либо мягкие цвета. Потому что петчворк, он сам по себе состоит из многих осколков. И если цвета агрессивные и яркие, тогда это плохо влияет на зрение человека, соответственно, на нервности. Аккуратнее нужно быть и с самими орнаментами, говорит рукодельница, выбирать с умом. У каждого узора свое значение. Какой-то может принести в дом баланс, достаток и успех, а какой-то горе. Да и шить всегда надо с удовольствием и в настроении. Когда шью, допустим, для девочки, я им мечтаю, я ей говорю, чтобы вот это вот одеяло принесло столько счастья, сколько мне. Я сама в браке счастлива. Яркий курак-курпе подушки с замысловатыми сюжетами покрывало. На одно изделие у мастерица уходит до 10 дней, старается шить на совесть. Такие работы замечают даже иностранные покупатели. Увозят курпе с национальными узорами в Америку, Россию, Китай, Норвегию. Сейчас все больше людей отказываются от обычных полиэтиленовых пакетов и переходят на шоперы. Это такие вместительные сумки, с которыми удобно ходить по магазинам. В студии такие разлетаются, как горячие пирожки, так что здесь не только делают этот мир чуточку красивее, но и вносят вклад в экологию. Еще шьют вот такие яркие, удобные дорожные сумки. Они тоже пользуются популярностью. Кстати, такая стоит около 60 тысяч тенге. Делится Гульмира не только энергетикой, но и мастерством. Три года, как проводит курсы. Передает национальные традиции шитья, историю рассказывает, объясняет, какие ткани покупать. Многодетных и одиноких матерей техники обучают бесплатно. Кстати, у нее и самой пятеро детей. Говорит, для кого-то это хобби, а кто-то находит себя. Алия Асилова тоже участвовала в ее соцпроекте. Я вот в этот список попала. Не поверила я своим глазам. Пришла в ее студию, где-то вот две недели обучались. До этого мне было все на глаз. Все шило на глаз. Никаких расчетов, без расчетов. И вот теперь я знаю, чтобы получить желаемый размер, тоже нужны расчеты. Работает женщина в банке, но старается все успеть. Говорит, изделия, созданные своими руками, очень ценятся. Это неплохой дополнительный заработок. Алия Пакентаева тоже прошла обучение и теперь удивляет подписчиков в соцсетях своими работами. Это одеяло на продажу, а это согревает детей. Потом я захотела еще продолжающий курс закончить, потому что мне это как бы не хватало. Я хотела дальше и дальше обучаться. Все секреты, все изюминки этого мастерства, мне хотелось именно обучиться. У Гульмиры она как учитель и очень хорошо и доступно объясняет. Очень много таких же, как я, девочек, которые продолжают шьют. У них свое даже уже бизнес на этом они шьют. Проводят Гульмира и онлайн-курсы. Уже больше тысячи женщин из разных городов страны благодаря ей полюбили технику курак. Александра Салмина, Кинджи Амраев, Эдуард Кон, Алматы, Хабар, 24. На книжных полках американских считателей можно найти и произведения казахского классика Абдима Жила Нурпиисова. Благодаря нью-йоркскому издательству его романы «Кровь и пот» и «Последний долг» стали доступны англоязычной публике в 52 странах мира. Сам писатель 6 лет назад приезжал на презентацию своих книг в Соединенные Штаты, где его до сих пор вспоминают с теплотой. Мэр Авдрахманова с подробностями из Нью-Йорка. Его можно встретить в книжных магазинах и библиотеках Нью-Йорка, увидеть на экранах телевидения США. Владелец и глава издательского дома, известный политолог Илья Левков, уже 35 лет выпускает сотни книг на разных языках мира. Работу с писателем страны Великой Степи воспринял с энтузиазмом, ведь сам он родился в Казахстане. В 1956 году Илья Левков переезжает в Америку и продолжает учиться в Гарвардском и Колумбийском университетах. Со временем он начинает сотрудничать с разными издательствами, выступает на радио и телевидении Соединенных Штатов. Мне интересно, и я прижился очень органически в американскую жизнь. Я здесь работал в центральной политической организации в Америке. Я был консультантом замминистра обороны в первой администрации Рейгана. Так, после рождения в Казахстане, Левкову и не выпала возможность побывать на родине. Но судьба все-таки свела его с казахстанцами. Илья начинает издавать книги наших писателей на английском языке в США. Это такие фундаментальные книги для нации, о нации, о человеке, который становится прямо фундаментом. И это редко, потому что мы знаем, есть скандинавские саги, есть другие, есть польские саги о средневековье. Но нету вот настоящего такого. А здесь мастистые, серьезные. Молодежь должна это знать, изучить, размышлять. Кровь и пот – это своего рода вот тихидон. Над переводом и изданием романов «Кровь и пот» и «Последний долг» работала профессиональная и творческая группа переводчиков, редакторов, дизайнеров. Появление этих величайших произведений на американском культурном Олимпе стало благодаря поддержке известного общественного деятеля и мецената, вошедшего в число 100 новых лиц Казахстана, генерального директора благотворительного фонда «Алтанкран» Исламбека Солжанова. В американском издательстве считают, что такие книги должны быть в каждой библиотеке мира. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале «Хабар-24». Всего доброго.